Готовь сани летом. Вчерашний студент Роман Костюков о первом рабочем месте позаботился заранее. С охапкой университетских знаний и амбиций парень приехал в Бобруйске еще на преддипломную практику. Спустя месяцы в трудовой заветное информационное агентство. Город меня принял просто великолепно. Знакомство с людьми, с коллективом, с жизнью в принципе города. Недавно приобретение статуса молодого специалиста. Вот помогли мне тем, что я получил арендное жилье и сейчас проживаю практически в новенькой квартире, обустраиваюсь и верю, что и в будущем я точно так же, как сейчас, буду связывать свою рабочую и вообще личную жизнь именно с городом Бобруйск. Весомый багаж, потенциал, любовь к выбранному делу, желание развиваться в сфере журналистики моментально покорили руководство топового информационного агентства. Здесь молодых специалистов встречают с распростертыми объятиями. У нас в агентстве существует практика, мы молодых специалистов, которых приглашаем к нам работать. Изначально присматриваемся, то есть они приходят к нам на преддипломную практику и уже делаем выводы из тех материалов, с которыми они работали. И вот Роман как раз-таки был тем счастливчиком, которого мы пригласили к себе работать. Но при этом Роман, безусловно, проявил интерес к нашей организации. Он сам желал работать у нас. Естественно, нас это подкупило. И мы его пригласили. Вот уже три месяца официально у нас трудится. Ну, естественно, никакой молодой специалист не приходит с опытом работы. Даже несмотря на то, что он у нас немножко поработал до этого, естественно, приходилось начинать с нуля, рассказывать какие-то определенные нюансы работы, профессии. Не все складывается всегда просто и легко. Есть трудности, они возникают. Это нормально с молодыми специалистами. Вопрос в том, чтобы у наставников было терпение, силы и желание работать с молодыми специалистами. Радушный прием и на славянке. Здесь ряды повелительниц, ниток и иголок пополняют три десятка рукодельниц. Большинство пришли на первое рабочее место после обучения в Бобруйском технологическом колледже. Качественно применять полученные знания в кропотливом труде помогают старшие коллеги. За каждым молодым специалистом закреплен наставник. Девочки способные, стараются. Все получается, а где не получается, значит, помогаем. Каждый год приходят молодые специалисты. Мы их очень хорошо встречаем. Стараемся, чтобы им было комфортно. Организуем различные праздники, они участвуют. Амплуа творчества. Для Анны Филипченко работа на швейной фабрике – повод для гордости. Стёжка за стёжкой девушка прокладывает прямой маршрут к профессиональному росту. Выбрала эту профессию, потому что она мне показалась толковой для жизни. Ну и я люблю творчество. На работе адаптировалась, всё получается, справляюсь. Наставники, коллеги все отзывчивые, все помогают. С огоньком в глазах. Истинное призвание в городе на Березине находит и Максим Баранов. В Бобруйском гороядделе по чрезвычайным ситуациям молодой специалист успешно расследует дела по пожарам для установки источника возгорания. Причины возникновения стихийного бедствия. Бобруйск выбрал, потому что я сам из Бобруйска. Практику проходил в этом городе. В связи с этим я уже знал личный состав отдела, с которым мне предстоит работать. Ну и, собственно, захотел продолжать службу здесь. Личный состав Бобруйского ГРУЧЕС очень хорошо меня принял на первом рабочем месте. Ощущается неимоверная поддержка. Помогают, объясняют для того, чтобы запал не угас, а только разгорался. И хотелось дальше заниматься данной деятельностью. Профессионалами не рождаются. Они вырастают из молодых специалистов. А в тандеме с крутыми привилегиями и скрупулезным наставничеством маршрут к вершинам мастерства обходит стороной все преграды. И слово «отработка» действительно начинает играть другими красками.